Химки Мелбет первой лиги. Химки против Тюмени на арену. Химки, ну и стартовый состав. Команд в воротах у химчан Антон Митрюшкин. Первый номер при выигрыке Олег Исаенко. Номер 4. Внимание. Степанов дает штрафной. Руденко момент. И вот он голевой шанс. И еще один. И перекладина. А может забить или смеяться будем? Нет, еще одна перекладина. Это как все описать? Степанов внешне красиво отдал. Руденко успел сделать передачу. Удар один в касание. Второй. Перекладина. Будто Магомедов. Друг друга бьет. Еще одна перекладина. Как это все произошло? Что за набор каких-то напастей, сумбура и нереализованных железобетонных моментов? С ума сойти. Это тот случай, когда в одном эпизоде по статистике ожидаемых голов на двойку, мне кажется, пробили сейчас игроки Хима. Две перекладины. Два раза с ленточки выносили. Удары с двух метров поворота. Передача опять на Руденко. Вот здесь аккуратно. Получился обработать мяч. Дальше пас на Магомедова. Будто обратно на Александра. Здорово играет в касание Руденко. Момент для удара. Но с вращением от ворот. А не в угол. Поэтому не гол. Ну что-то опять... Нет, ну это Хасон. Не Берковский, да. Центральный опорный защитник. Вот опять перевод. Классный Настя Степанова. Он штрафной. Он один из лучших триблеров Хима. И вот такой удар, чуть было не превратившийся в аккуратный пас. И удар Никулин. Ну здесь не надо ничего удивляться. Во-первых, у него, кстати, подбор классный. Можно простреливать. Несколько вариантов. Кто с ударом? Вот он удар. И вот он первый гол в этом матче. Хета! Хасона. Вот так это было. Вот она игра на опережение. Прострел. Я так понимаю, Берковского все же. И удар с рикошетом. Смотрим с этой камеры. Руденко здесь подтолкнул, но фола не было. Вот она игра на опережение. И паузу тоже выдержал Берковский. Да, ну конечно, серия рикошетов. И с рикошетом этот мяч добрался до Хасонова. На виде композиции группы Короли Шут. Будь как дома путник. Здесь на трибунах звучало. И вот, пожалуйста, путник бьет удар. Это было очень серьезно. От Каратаева капитан приложился. Так вот, если эта песня направлена гостям, то второй тема они начинают точно интереснее, чем первые. Вот такие позиции усилятся. Подача на дальний момент. И вытаскивает. Невероятное спасение Любакова. Как он достал этот мяч. Да, потом уже традиционно еще один. Вот этот проход фланговый. Берковского, кстати. А не Исайна. Еще раз смотрим. Вот здесь увидим. Да нет, нет, на линии. Итак, подача. Вот он, шанс у Тюмени. И там в одной точке оказались сразу два футболиста в черном. Падение. Пенальти. Да. Вот как это было. Во-первых, он здесь сам неаккуратно сыграл. Во-вторых, ну... А вот тут уже вопросы. Смотрим. Ну что, Порохов. Свой первый пенальти. Митрюшкин он не реализовал. Только со второй попытки смог. Вот он удар. Митрюшкин! Антон Митрюшкин. Как и в первом матче этих команд. Как и на саунд-старте сезона. Он тащит удар Порохова. Но теперь уже судьба не дает Порохову второй шанс. Никто не вбежал. Митрюшкин не выбежал с ленточки. Передача на Порохова, который раз за разом мячи принимает. И вот так технично умеет развернуться. И обыгрывает соперника Порохов. С острого угла бьет. И опять Митрюшкин. Антон Митрюшкин выручает команду. Вот так Антон превращается тоже в одного из героев этой игры. Но Порохов создает затяжную. Здесь Далкипер играет напережение. Удивительно, правда, почему Любаков не стал сразу выбивать. А ворота пустые. И выбит мяч. Удар. Гол! Аршак горят! Еще и вот такими кульбитами разукрасил празднование. Все это стасно. Ну что сотворил Любаков? Зачем? Вот не хватало нам сегодня комичных эпизодов. Или просто памятных эпизодов. Любаков, который тащил. Который в этом матче вытаскивал все, что можно и нельзя. Ну, забили только стрякашета ему. Смотри, я бы обратил внимание не на то, зачем вышел Любаков, а как он сыграл после. Вот здесь выносишь мяч, все, беги, беги назад. Куда, зачем ты смотришь на этот мяч? Он не придумал, да. Просто застыл и не придумал, что делать дальше. Потому что в такой ситуации находился крайне редко. Ну а здесь, ну не может Тюмени вести сегодня весь матч. Ну, действительно такая боевитая команда. Не сдается, правда ошибок много. Одна из них может превратиться и в еще один гол. Внимание, это Нитфулин. Левая нога. И с левой ноги Нитфулин укладывает мяч в девятку. Как это было с ним и в прошлом сезоне. В премьер-лиге в Лужниках он невероятный гол забил. И здесь, в концовке, на остатках сил, опорный полузащитник, капитан команды, поздравляет себя наилучшим образом с минувшим днем рождения. Нитфулин, 3-0. Хотя, опять же, очень необычным получился сценарий этой игры. И итоговый результат мог быть другим. Но кому это важно, когда в итоге Химки выигрывают 3-0? Хетах Хасонов на 35-й. Аршак, Карян на 73-й и Равиль Митфулин на 88-й.